Друзья, здравствуйте! С наступающим Новым Годом! Всего самого наилучшего! Как говорится, что себе пожелаете? Всяческих успехов во всех ваших начинаниях. И самое главное, не бояться начинать действовать. Ну и побед, побед, конечно же. Здоровья, благополучия. Так что с наступающим, чтобы Новый Год был на самом деле волшебным для каждого из нас. Ну и занимаемся боксом, конечно. И у нас есть новогоднее предложение, скидки на все мои курсы. Переходите по ссылке. А сегодня я хотел бы вам предложить как ударное действие, так и подводящее к ударному действию. Такое ударное движение, как стакан. Есть кружка, а есть стакан. Давайте попробуем. Да, ударное движение. Любое движение, как говорится, есть ударное. Если оно кулаком, и приходится на ваши костяшки. Либо на эту, либо на эту. Вот кружка удар, прекрасный удар. Прямой, сбоку бьем, снизу бьем. Ну мы бьем косточками. Это самое единственное твердое, скажем так, но есть еще лоб, часть вашего тела. И вот такой ярко выраженный удар, так называемый стаканом. Это одиночный удар. Если его бить, там, и второй удар, то вас просто будет раскрывать всю его специфики. Этот удар простой, но одновременно не совсем привычный. В чем он заключается? Он заключается именно в том, что у вас что делать? Ключицу, плечо вперед, а так как мы круглые, то по диагонали. И разгибание локтя вы ярко выражено здесь запаздываете. Что и позволяет вам, так сказать, наработать более сложное движение, такое, например, прямой удар. Вперед, переворот, разгибание. А теперь можно собрать это вместе без переворота. Зафиксированный кулак, чуть подвернутый кулак. Здесь прямая линия, здесь у вас арка. И поэтому ваша косточка опережает фаланги ваших пальцев. Вперед выходит плечо, локоть не задирается. То есть как ключицу. Вот движение. Это единственное движение, чем вы делаете вперед-назад, ключицы. При, естественно, этом положении спины. То есть убираем лордоз, плечи висят. И косточка встала. Переднее плечо выходит так же, оно закрывает вас. Локоть снизу. Второе плечо так же чуть ушло, потому что переднее плечо вышло. Обалденное движение, как в боевой стойке. Пожалуйста, пробил. В общем, ломовые удары при ударе стака, например, уход вращением. Удар снизу. Не снизу даже, а такое прямое в ребро. Там где-то левый прямой. И просто вращение. Не сажусь даже, а вращение и выход плеча. Такой уход сразу головы с линии атаки. И еще раз повторяюсь. Подводящее с одной стороны упражнение. С другой стороны очень ярко выражено боевое ударное движение. Короткое. Но оно так же идет по диагонали. Оно так же идет и закрывает вам подбородок при движении кулака вперед. А плечо закрывает при движении вперед от удара сбоку. При опущенном подбородке. Вот такой маленький нюанс можно поотрабатывать. Понарабатывать как подводящее упражнение. Плечо. Именно плечо. Именно ключицы, ребята. Вот даже поставил я руку вот сюда, посмотрите. Плечо все равно, даже когда идет вперед, оно все равно идет немножко по вовнутрь. Ключица как работает? Оно так не ходит. Вот оно у вас поворачивается. Плечо. Ярко выражено. Поэтому попробуйте, потом поделитесь, скажем так, мнением. Более дополнительные какие-то действия будем делать для этих ударов. Покажем еще подводящее упражнение. С мячами, с гирями, с гантелями тоже имеет место быть. Вращение это инструмент. Вот ты стаканом бьешь. Ты не вращаешь. А теперь так же плечо пошло вперед, ключица, но вращение. О! Тебе просто надо вперед косточку дать. И сигнал ты даешь, не плечу, дружище. Сожми кулак. Сигнал ты даешь кулаку. Кулак пошел вперед стаканом. О! Кулак пошел вперед вращением. Движение кулака вперед, это и есть ключица, это и есть плечо. Движение, решение задачи от обратного. Конечная фаза удара твоего, основной показатель, это и есть постановка кулака. Сжатого кулака зафиксировано предплечьем кистевого сустава. И вот эта постановка косточкой. Значит, вот это все сработало. Если ты вставил, у тебя кулак, значит, вот это все сработало корректно. Исходное положение ты можешь только контролировать. Поставил так кисть, вот будешь, все, видишь, остановилась. Надо кисть подворачивать. Вот начнешь здесь, останавливается плечо. Поставил руки уже, будешь вот так делать, локоть разгибать. Вперед ключица. Вперед вращение. Вращение это инструмент, это дополнительная опция. А вперед ты можешь делать только вот этой вот ключице своей лопаткой. Во, вот и все. Смотри, само работает. Кулаком туда, дай сигнал кулаку. Во! Вот сейчас я вижу, мозг заработал. Опусти второе плечо, расслабь. Ты как туда ныряешь, как будто. Не надо сильнее, не надо быстрее. Конечно, это просто, это очень просто. И поэтому, а, я все понял, сейчас я все сделал. Нет, мышцы еще не скоординированы. Сделал, вот с двойми. Стаканом прямое вращение. Локти, висят плечи. Группя, рывка. Давай. Стаканом раз. Опять. Видишь, ты локоть разогнул? Во! Смотри внимательно. Разгибай локоть. Посмотри, как сильно разогнулся, да? Согласен? Значит, плечо твое не дошло. Вот это вот, не делай плечом еще, выпрями руку просто. Подойди ближе. Посмотри. Вот это вот средняя дистанция. Это прямая рука без плеча. А вот это вот удар. Не разгибай локоть. Во! Длина. Вперед еще, дай плечо. Согни локоть. Согнил. Вперед плечо сделаешь. Еще. Во! Вот прямая линия. От косточки вот сюда. Не выпрямилась рука, и хрен с ней. Опусти второе плечо. Доходчиво. Прямой удар. Это вектор направления. Траектория движения кулака. Это не прямая рука. Сжать кулак. Подвернул кисть. Вперед косточки поставил. Тут. Вот туда плечо. Давай со мной. Верну руку на место. Вот, переворачивайся. Во! Сильнее вперед. Пользуемся. До встречи.